В связи с увиденным вопросом, почему производитель установил крыльчатку вверх и не оставил ее висеть в магнитном поле? Почему производитель проделал сквозное техническое отверстие через втулку? Догадки. В руках у меня вентилятор шестилетней давности. Так вот, конструктивно, как мне кажется, в то время делались вентиляторы более надежными, чем сейчас. Ну, по крайней мере, смазывались, в отличие от современных. Так вот, на видео предыдущем было видно, что вентилятор располагался крыльчаткой вверх. Ну, я условно называю крыльчаткой вверх, поэтому кавычки, пожалуйста, ставьте сами. Так вот, некоторым может показаться, какая разница, как расположен вентилятор. Крыльчаткой вверх или крыльчаткой вниз. Так вот, я не претендуя на великие знания физики, могу сказать следующее. Что вот подобное расположение, это как запущенный волчок. Знаете, такая игрушечка. Крутишь, и она вращается. Причем она описывает окружности. То же самое происходит и здесь, при подобном расположении крыльчатки. Но когда крыльчатка оказывается вниз, то она находится, грубо говоря, в некой невесомости. А точнее, в собственном магнитном поле. То есть крыльчатка висит. Замечу, никаких стопорных шайб здесь нет. А также нет никаких сквозных отверстий. При этом, ресурс этого вентилятора до сих пор впечатляет, в отличие от современных. Так вот, в связи с этим вопрос. Для чего производители это делают? Или это современный инжиниринг? Продолжение следует... Продолжение следует...